Что случилось? Мы спилили. Утром, гуляя с собакой, было обнаружено свежеспиленное дерево. Быстренько оповестили, кого могли. Вчера этого дерева нет. В смысле, оно росло. Оно не было упавшим, спиленным. То есть это сделали кто-то ночью, да? Вечером или ночью, либо рано утром. Во сколько вышли? Восемь. Ну, слышно, ничего не было, да? Я ничего не слышала. Ну, я далеко. Я близко, но мы не слышали. Хотя спали мы с открытым балконом. Главное, если посмотреть, вот одно из двух живых деревьев осталось. Вот еще одно более-менее, да, дерево нормальное. Вот это, которое срубили нормально. Все остальное сухое. В принципе, оно уже и так либо упадет, либо они с метками стоят. А это дерево, походу, без меток. А посмотри, вот это дерево с метками, ребят. Нет, там у меня нет. Оно не маркированное. Нет, это не маркированное. Хотя оно тоже уже здесь покоцанное, подолбанное. У него старые раны засмоленные. Вот они следы. Нет, оно не сверленное. Не сверленное, да? Подолбанное. Нет, это не сверленное. Есть ли здесь вот где-то рядом дерево, которое непосредственно... Спросверленное. Давай тоже покажем. Я думаю, что для тех, кто не в курсе, так именно портили деревья в северном лесу. То есть они просверливали отверстия и какие-то вещества туда. Раз, два, три. Вообще живого места в дереве нет. То есть все полностью сверлили, потом закладывали какую-то химию, наверное, и дерево умирало потихоньку. Синитарная шприца обливается в раствор мягченной селитры. И сокодвижение, и смолоотделение прекращается. То есть смола вытекает, но рана не заживает. И все, нарушается процесс сокодвижения. И дерево умирает. Год-два, и дерева нет. Слушайте, ну а в чем мотивация? Да, кто знает. Просто одно дерево... Инфраструкционные какие-то действия запросто могут быть. Его же никто не забирал. Как только мы начинаем ходить по управам, как только мы начинаем что-то, шевеление какое-то, начинаются вот такие вот штуки. Заборы, падающие деревья, падающие вдруг на голову кому-нибудь тоже. Имеет место быть. Как в прошлом году. Мотивация того, чтобы поставить забор, упало дерево. Сегодня утром, чтобы деревья падают, ходить мы не можем. Что же здесь будет? Иначе-то издалека к чему это придет, мы еще не знаем. Понятно, что они падают. Мы, собственники, не можем сухие деревья пилить, которые нам на голову падают. А зато кто-то может пилить совершенно здоровое зеленое дерево, и ничего ему за это не будет. Получается так. Ну, можно считать, что кто-то продолжает. Там, частная территория, ничего трогать мы не можем, как жителей близлежащих домов. Да, даже вывести порубочные остатки мы не можем. Даже в рамках субботника, оказывается, мы не можем. А тут приходите, потому что собственники злятся, и вот сейчас мы их тоже будем очень раздражать вот этой записью. Ну, попробуем максимально это сделать. А нас максимально их раздражает, да? Нет, ну, кому это выгодно? Кому это выгодно? Ну, для департамента сейчас это не очень выгодное мероприятие. Мне кажется, сейчас для них лишний скандал ни к чему. Конечно, они работают в сторону обмена. Им это не нужно. Казалось бы, да, и собственники, вы уже как бы определитесь бы быстрее. Что бы ты и нам, жителям, спокойно жить не даете, да? Мы бы уже тут посадили бы свой лес. Даже за свой счет, мол, готовы купить саженцы и начать посадку. Нам уже даже дарят эти саженцы, мы опять же не можем ничего начать сделать. И широколистые, и жестколистые, и всякие разные, нам уже дарят саженцы. Ну, уже в прошлом году много было высажено, в том числе и силами местных жителей. В основном, точнее, силами местных жителей. У нас тут вот в серединке на вырубке больше 90 штук смосевочек растут, сосенки маленькие. Они прекрасно себя чувствуют, и они хорошо там и зимуют, и прирост у них хороший. Ну, будем смотреть, что будет дальше. Полицию вызывали уже? Нет еще. Нам вот сотрудник департамента сказал, что они передадут. С органами свяжутся, как только будет составлен акт.